Сегодня 17 мая 2015 года, воскресенье. У нас необычный день, приезжал правящий архиерей Алтайской Барнаульской епархии, епископ Сергий Иванников. Воскресная школа была, это мы все выставим, покажем. И меня попросили взять интервью у Никиты Колесникова, он приехал с Украины, и как у него дело проходит здесь. Я сейчас вопрос ему задам, отдыхают у меня здесь. Это кровать, показать, как у нас на три этажа разбито, попутно показать. Вот посмотри, вот это маленькая совсем комнатка там. Погляди, за гитарой там спрятался, этот лежит. Отдыхают люди. Вот это голландка-пешка, вот знаменитый наш шарик стоит, позевает, скучает с нами. Шарик, шарик. Вот как. Это белого привезли мы из города. Так что мы обстановку не теряем. Никита, к тебе вопрос был такой. Причины, почему ты выехал в Россию. Второе, как тебя тут приняли. Дальше, как идет оформление документов. И какой ты почувствовал настрой у начальства, которое, как они расположены к Украине или нет. Подозрительно относятся или нет. Дают гражданство или нет. То есть, вот это вот, что ты можешь рассказать на данный момент, когда ты приехал, какого числа? 14 числа пересу границу. 14.05. Это апреля? Да. 4-го, значит. А, 5-го, да. 4-го. 4-й. Еще? Закрыть надо. Закрыть. Закроем, потому что он мешает снимать. Вот так. Ну и рассказывай вопросы. Где-то я буду наводящие еще давать. Ну как, переехал для того, чтобы поселиться и жить в Потеряевке, как смогу. Лето, осень. На стольное время в Барнауле работать здесь смогу. Вот и тем, кто приехал-то сюда. Ну дальше-то, что я спрашивал тебя. Какое твое тут отношение к тебе, когда узнаешь, что ты с Украины? Ты на власти уже, в какой стадии у тебя оформление документов? Ну вот, должны в течение полутора месяцев дать уже разрешение на временное проживание. Это такой второй этап уже до того, чтобы дойти до постоянного проживания, чтобы получить паспорт российский. Это второй уже в шахтах сказать. То есть, отношения в принципе нормальные, никто ничего не подозревает меня, все гладко идет. Никаких затруднений, никто ничего не подозревает. Все спокойно-то. Ничего не могу сказать даже плохого. Тебя не попрекают, что вот такая обстановка на Украине, там русских не любят, москаляку, нагеляку. Какие вы украинцы, родные братья, что вы делаете? Никто, ничего? Ну я общаюсь в основном-то с братьями. Они так, если спрашивают, то может шутку там, или просто если интересы какого-то. А с верстскими-то я не говорю ни с какими. Они именитые. Ну а когда оформлял документы, там какие документы-то? Визовая служба? Ну вот когда мне только ФСБ там вызвали, видимо сравнивали правду и то, что написал в анкете. То есть это ко мне соотносит, соответствует, то есть истине. Они меня по этой анкете спрашивали, видать. Кто я там православный? Какое вероисповедание? Зачем приехать сюда? Ну там меня все спрашивали. Вплоть там, где я работал? Кто мои родители? Как пересекал границу? Тут где я проживаю? С кем? Зачем? Когда? Очень детально у нас беседа там такая произошла. И закончилось хорошо. Он так остался доволен. Это как он себя назвал Александр Геннадьевич. Записал все. Может там оно и так записывается, но видать он и от руки записывался. И под конец хорошо, не имею вас больше никакой причины задерживать. Мы вдруг улыбнулись. Все приятно так, расстались. Я ему два Евангелия дал. Визиточку сайта. Он все это принял. То есть, как он будет читать, уже смотреть. Это будет Господу увидим. Все сказал, все. Свободен пока я. Ну, видимо, больше туда вызывать меня не станут. Уже непосредственно только в миграционную службу за получение временное проживание я поеду. И все. А как получу временное проживание, там уже начну оформлять. Разбок на постоянное, с видом на жительство. Сразу же. Какой там срок дальше занимает. Ну, а отношение к себе ты не почувствовал, что к тебе здесь относятся хуже. Может быть, даже хуже, чем к другим. Потому что ты в конфликтной ситуации с Украиной. Находится здесь. Может быть, к узбекам лучше относятся, чем к вам. Можете просто, я потерялся в общей массе, там, да, узбеков, таджиков-то сотни, я один. Я там, как бы, не такой заметный-то был, что как-то на меня внимание обращали или спрашивали. А ты сам внутренне-то чувствуешь, себя русские люди воспринимают здесь? Когда узнаешь, что ты с Украины? Мне кто-то сказал, что Сибирь-то даже не Россия. Ну, как это Россия-то? Ну, как-то, ну, отдельно от России, что ли, кто-то мне говорил-то. Ну, как? Никак. То есть, никакой такой... Ничего, никакой на остороженности нету. Ну, и, конечно, интересно, где я там был, что там, какая ситуация. Ну, я не... Что? То же самое можно узнать по новостям-то и по интернету. Я так своими глазами не видел ничего, кроме, там, может, военных машин, там, грузовиков с солдатами. Бои-то происходят далеко от города, где я живу. А ты где живешь? Ну, это вот 16 километров от Киева, это Киевская область. Город какой? Город Борисполь. Он большой? Около 45 тысяч человек. Ну, как у нас Павловск. Примерно такой. А может быть, даже в два раза больше. Да. Ну, сколько ты пробыл здесь? Батюшка говорит, вот тебя вызвали в ФСБ, и ты поехал. А батюшка пришел, отец Акима спрашивает, А он тут что-нибудь хоть оставил или нет? А братья говорят, да, Библию оставил. Значит, не избежал, вернется. Потому что у нас был случай, что один избежал, но потом вернулся. Беглец этот веселый. Вот он где. На велосипеде 150 километров, от Чапал до Барнаула. У тебя мысль такая за это время не возникала, что ты просчитался, приехал? Да нет, я сюда ехал, понимал, что тяжело, конечно, очень будет. Но я уже решился до конца терпеть. То есть, как говорится, знал, что потом как-то легче станет через год, через два уже освоюсь. В первое время, конечно, моя жизнь не такая была прежняя, как сейчас-то совсем. Сейчас уже с полной выкладкой, а раньше так. А в чем ты думал, что тебе будет тяжело? Ну как, в чем? Тут трудиться нужно каждый день почти, дисциплина, вставать рано. Это нужно, как хочешь не хочешь, это нужно пройти для начала. Аккрематизация? Да. Значит, вставать рано тебе, это один из пунктов? Нет, уже привык там. Прошло? Конечно. Ну и как ты понял, вставать, вот как мы в 4.40 или в полпятого встаем, это на пользу? Ну да, я бы советовал всем верующим так вот стараться вставать. Всем людям. Много времени с утра. Ну вот, с кем ты встречался, люди-то уже, кое-кого ты видел, ты даже не нашего круга. А было такие, которые упрекали тебя, вот ты тут, с Украины тут что-то, тебе там не хватало? Ну я же, я только с верующими сообщили общаюсь с людьми. Как они? Как они смогут мне такое сказать? Я даже не представляю. У них мысли такого нет. Значит, ни в чем ты тут в России не ущемлен пока. Ну, обращать внимание, что у меня акцент такой, говор украинский еще. Ну это так тоже просто в особенность мою входит. Никого это не раздражает. Потому что кое-кто послушает этот разговор, но он может подумать, скажет, ну это специально подстроили такого, а на самом деле это не так. Приезжает, его тут гнобят. У тебя же спрашивали, с украинским КГБ имел ли дело? С СБУ? Ну да, спрашивали меня. Каким-то образом, какие-то там, как-то с ними сотрудничал когда-то, когда-либо? Я сказал, что нет. Не тот человек вообще, который может там, такой ответственный быть, чтобы сотрудничать с СБУ в свое время. Я совсем другой такой человек был. Мне это не интересно было, я долюбил этого. Вот из Армении напрямую в Азербайджан дороги нет. Она уже из Армении вернулась снова нам в Грузию, а из Грузии тогда в Азербайджан. А из Армении имеет отношение с Грузией. И вот Азербайджанская граница нас там замучили. И вручную пишут, и по интернету. И сколько дней мы там были. И с КГБ встречались, не встречались, не получали ли задания. А когда пришли, тут с кем встречались? Где ночевали? То есть очень сильно нас там расспрашивали. Он увидел у меня иконку, и давай отнимать ее, иконка. Я говорю, она Мироточиева иконка-то. А что это такое, молодой этот сотрудник? Я говорю, это полезная, там, ватка от Мироточиева иконка. Он попросил у меня, отдал ему. Мусульманин. А они верующие мусульмане-то. Видишь, как попросил образ Божьей Матери. Ну, а то у тебя, если бы там остались друзья, допустим, ну, не все так православные, а просто украинцы, которые живут своей жизнью мирской, как русские, ну, они бы тебя вот послушали, и ты бы что-то хотел им сказать к их разговорам. Ты знаешь, как они говорят. Пугают Россию. Открыто? Быстро закрывай. Да, поможешь дальше. Спасибо. Ну, вот если бы таким товарищам ты бы имел доступ, которых там были, недовольные Россией, там, или что-то, вплоть до того, чтобы разжечь свой Майдан, то им ты мог что-то сказать? Хотел бы сказать, что тут украинцам нормально относятся просто к сожалению, без гнева. И тут и ко мне отношение хорошее. То, что нагнетает средство массовой информации, тоже не всему верить надо. Я вот, как бы, вживую все смотрю, наблюдаю, живу здесь. Могу сказать, что тут вполне благоприятная обстановка для человека, который приехал работать, трудиться. То есть, не тем средствам массовой информации, не этим на 100% доверять? Нет, конечно. Не надо торопиться. Там ложь на 90%. Наверное. То есть, если у вас там остались какие-то знакомые, близкие, они вот увидят это, ты что-то хотел бы им сказать? Именно в отношении России и украинцев. Главное. Да никто смотреть там не будет из моих знакомых. Они это не понимают абсолютно, о чем мы тут разговариваем. Для них это космос просто. К тому же, я с ними перестал общение, еще даже до этого конфликта, который зародился так вот серьезно. Это года полтора назад. Я практически со всеми своими прежними знакомствами как бы прекратил. Ты приехал с намерением назад не возвращаться? Да. Ну, а вот если тебе гражданство в России не дадут? Ну, если не дадут, не знаю, возвращат, куда мне деться-то? Буду ехать обратно. Я тут навык получил, получу навык некой жизни, там уже легче будет. Тебе сколько лет? 26. 26. Вот сейчас тебе оприходуют, тебя сюда, ну, дадут гражданство постоянно, и сразу тебе в армию изобреют, и направят воевать в Донецк, Луганск с украинскими регулярными войсками. Ну, так сейчас же официально войны-то нету, сейчас как называется террорист... В Украине называется это террористические как-то операции, как-то называется. АТО. АТО, да. Антитеррористичные аппарации. Война не объявлена же, не официально. Там не считается это как война, а то, что если ну, знаете, если бы это объявить как войну, там бы совсем изменилась бы ситуация, они не могут себе позволить такого в Украине, чтобы войну начать. Поэтому это как бы... А, антитеррористическая операция называется. Ну, а антитеррористическая была в Чечне, а теперь называют первая чеченская компания, вторая чеченская компания. Компания это война. Как не война? Когда убивают, сжигают танки. А что на войне? На войне еще танки ремонтируют, что ли? Ну, за все это время там говорят, что задержали только двух русских солдат или сколько там натуральных русских военных где-то там на востоке Украины и все. А так же регулярные войска там не присутствуют. Но вооружение может как-то попадать на Украину через Россию. Это само собой. Откуда у них там снаряды-то награды на все, на пушки. В Украине давно бы это кончилось все. Это же большие средства. А если отправить там на стороне русских туда, ну, так я опять же буду туда в качестве кого-то санитаром, ну, там, не знаю, или... но я же не буду в руках оружие держать. Игорь, у тебя вопросы есть какие-то, Никите? Вопросов нету таких. Поближе к окраю. Мы все задали вопросы. Уже много задали, я даже не знаю, что... Ну, по многим ты выдели какие-то, что тебе, может, не совсем ясно он сказал. Тебя слышно его? Давай. Я даже не знаю, чего спросить. Никаких. Так, Алеша, у тебя что-то есть спросить, Никиту? Потому что ты сам новопоселенец. Да. За прошлую жизнь ты сказал, да, что ты с родителями жил? Ну, да. Ты работал, сказал, что сейчас период адаптации проходишь. Вот. Ты готов, намерен идти, как бы, до конца? Конечно, я же с молитвой, без молитвы я так не потрудился бы, как я вчера в 8 соток там. Ходить не надо поближе к одному другому. И мысли, мысли, наверное, не было такой, что гражданство не дадут, да? Наверное, как-то с молитвой так и уверен, что ты полностью... Ну, все голем, как говорится, твоя. Но я уверен, в принципе, на 99%, что мне дадут гражданство. Рано или поздно я получу его. И буду полноценно пребывать на этой стороне, то есть со спокойной душой. Погромче говорите, чтобы слышно было. Мама там осталась, да? Да, мать там осталась. Давай. У меня вопрос, Никити. Я ему вопрос, он как-то приехал и сказал такие слова, говорит, я приехал, говорит, как бы немножко разочаровался, увидев братьев, потому что, говорит, не все такие, как Игнатьевич. Он думал, что все так молятся больше десяти раз и так далее. То есть он немножко различную жизнь увидел. Вот как он сейчас это скажет? Какие первые впечатления у него были? Не, ну, может, не так прямо я сказал, что разочаровался. Это я как бы... Не разочаровался, да. Ну, может, такой у меня юмор украинский, так я утрировал. Но я знал, что Игнать Тихонов сейчас на пенсии, у него больше времени для молитвы. Он ведь сам говорил, когда он работал полноценно на стройке, где не было у него столько времени, там, как-то он уделял десять часов на чтение Библии, но я не представляю, как это возможно для нас. Хотя бы час там или полчаса в день. Ну, я понял, что труд тоже такая часть неотъемлемая жизни верующего человека. Он и смиряет, и облагораживает. Очень полезная вещь такая. Грубая физическая работа такая. Так, Валера, а у тебя что-то есть какие-нибудь вопросы к Никите? Ну, могу спросить, а вот когда выбор был ехать, не ехать в Россию, а был вопрос, а может быть, не в Россию, а в Белоруссию или еще в какую-нибудь страну? Ну, я что-то изначально ехал, познакомившись-то с сайтом-то, православным библейским сайтом. Ну, да. Православная община тут, я понял, что мне просто там трудно в Украине где-то было адаптироваться, как бы там. Я когда, просто когда выбирал, так мне, опять же, все друзья, я всех друзей оставил, все привычки старые и все наклонности, я просто там потерялся, не знал, куда мне деваться теперь таким новым человеком. Вот тут как раз такой случай появился, и тут меня... И уже вопрос не стоял, что если в Россию, там, в Новосибирск или в Красноярск, куда-нибудь... Так это, в общем, находится, то потеряем. Маматовский район. Сейчас это Валера плоды нашего знакомства в интернете. Почему люди приезжают? то есть уже была конкретная цель, пункт назначения был один, другого быть не могло, да? Новый шажок моей жизни, то есть новый этап какой-то подготовительный, я понял, что он наступил, нужно в него войти и преодолеть его, что ли? Ну, допустим, где-то там, откуда-то приезжал, тебе билет давали, даже на Украине сказали, куда потеряем, но у них там, допустим, так это, один из вариантов, какая-то антипатия, и сказали, куда угодно, ну, туда, только не в Потеряевку, хоть в Корщину, хоть куда-нибудь в Потеряевку, и какие-то поставили бы тебе там печати, чтобы тебе в Потеряевку нельзя было ехать, и ты подписку дал бы, иначе тебя не выпустят. Ты поехал тогда? Ну, Корщина-то близко здесь, я мог бы тут, ну, не знаю даже, если Корщина рядом, то мог бы тут, можно чаще здесь пребывать, но вряд ли. Ну, ладно, не рядом, допустим, сказали бы, можно только не ближе, чем за тысячи километров до Омска, а ближе к Алтаю не приближайся. Я бы остался бы дома, бы остался, конечно. Вот это уже ответ, все это стоимо, если идут люди с определенной целью. Так, вопросы к Никите, какие у кого? Критиков. Давай, тебе мысли оригинальные приходят иногда. Нету мысли сейчас. Забей его. Может, он затаился какой-нибудь, украинский шпион. Мы общались с ним уже. Он... А? Как, при чем тут шпион-то? Может, он приехал специально украсть у нас неверту какую-нибудь? Все уже сказано, Игнать Ильич. Он уже все рассказал. Варлам-то как смотрит, посмотри. Он верующий человек, приехал трудиться. У него брат родился, Назарь, у Варлама. Ну, ну, говори. Приехал трудиться человек, учиться. У вас учиться приехал. То, что братья не живут все, как вы, но он это нормально воспринял. Мы все ученики. Листа. Вот у меня хороший ученик, посмотрите какой. Безупречный. Ого! Вот он какой. Звать его Шарик. Шариков. Преданный. Маленькая собачка с большим сердцем. А этого выпустил, приехал. А большой ход-то здесь его, который местный-то. его двоюродный брат ему. Он на него, он на него не вступает. Он подставляет ему. Его не прокусить ничего. У него эта большая шерсть скаталась, как потник. Он как броненосец лежит. Видишь, какой. О! Неуязвимый. А у тебя, Никита, какие-то вопросы к нам есть? Вот чем ты был недоволен? Может, поговорим, да маленько мы избавим давление на тебя? А иначе ты не выдержишь? Алмаз из тебя не получится, а сажа одна. Да нет, ну просто экономия, конечно, это надо искусство целое так вот на экономии жить. Это нужно привыкать к этому. Хоть как-то приблизиться к этому хоть на 10 шагов, так что, ну жить так. Тут живет Виктор Савченко. А где он сейчас? Видимо, на озере-то. А что он там делает? Приехали вот из епархиальной... С посредственной школы? Да, с посредственной школы приехали. Четыре человек, да? Ну и что? Видимо, катаются на лодках-то. Да. Они попросили, сейчас поздновато, я говорю, никак, уже батюшка говорит, до службы недалекая. А сегодня скорее ехать, я говорю, ничего не получится. Я вам обещал, вы обязаны покататься. Ну и согласились. И сейчас катаются там, сейчас там снимать будут. Мы Володы отпустим. У тебя какие-то претензии ко мне есть? Нету. Нет никакой. Когда люди говорят, вот как есть, один говорит, а я занудый, я свободно подпишусь под этим словом. Что понимают? То есть я до мелочей вникаю. Вчера у них на огороде. Я в них замерил не просто так, а замерил до сотой доли. С этим, сожжение сколько-то. На 100 рублей наказал хозяина. Из-за него пришлось 100 рублей отдавать лишних. Где бы я не появился, я обязательно заметил, там провалился трактор, яма. Ну яма, какая-то яма была, и трактор застрял. Я сказал, немедленно ее завалить. А он не хотел рядом распахить, около сарая. Говорю, распаши, вся крапива уйдет. То есть я обязательно оставлю след. А потом забежал. Кому-то нужны сапоги, я сразу сказал, заходите, два сарая, тут крыша, выбирайте, какие вам надо. По подушке возьмите бесплатно. У меня велосипеды, которые не совсем, ладно, заберите все оттуда. Сейчас можете вытаскивать их. То есть наше общение, оно обязательно приносит какой-то плод. Во-первых, или для ума, что-то они взяли, или материально. А так, если просто я буду ходить, наступать на пятки, еще из этого. Сейчас выходит одна наша девица молодая, Василиса. Ну и крыса-то спускается, а у нее подол-то длинный, но я на подол-то наступил, и она дернулась, юбка-то с нее и сползла. Это показывает такое даже в интернете. Она расхохоталась, и я, глядя на нее, да давай извиняюсь, она не может удержаться, с подругой рядом идет и хохочет, стоит. Вот так интересно получилось. Она не ожидала, я не ожидал, но наступил, а она-то двигалась вперед, и с нее это поползло все, потому что все на резинках. Бывает, ну? Ну вот я небольшие свидетельства в сторону у Никиты, как бы плюсы. Да, отстуду. Когда мы работали, это осенью, у Игора Дебунова гараж строили, Никита как раз там участвовал. И говорит, Игорь, я так, работаю, работаем, раз поворачиваюсь, а где Никита? Смотрю, он сзади меня уже, молится, говорит. То есть он привык, вот именно, он с вас взял пример, и начал молиться чаще. Вот. До 7 раз, говорит, даже больше, да, уходил у тебя? 7 раз, да. Вот. И второе плюс, я у него заметил, вот у нас жил на квартире, другой брат у вас, Василий Плотников. Вот, любовь к Слову Божию у него сразу видно, он сам открывает, сам читает, а у Василия этого не замечал, я ему даже несколько раз говорил, говорю, ты хоть сядь, почитай там, а то он все медицинское, медицинское, вот это все разбирал, но это тоже надо, ну, любовь к Слову Божию сразу проявление показала. Вот такие вот плюсы. Слово Божие у нас на экране, в интернете, и поэтому днем, я целый день, тут надо еще читаю его, и ответы по Слову Божию, и к этому отдельно призывать вас не призываю, вы сами уже это знаете, на Слово Божие не надо побуждать, когда ты уже вкусил, а к молитве надо все время, не написано, Словом Божием я 7 раз в день занимаюсь, Словом Божием я занимаюсь постоянно, иду, размышляю в Слове Божьем, молитвы со Словом Божьем объединились, и они уже неразрывно, и идут даже не тостно синхронно, а просто как одна лента. Ты это уже успел ухватить? Ты увидел, как мы живем, ну, бесплатно почти. Зелень, подножный корм, что-то есть, картошку маленько надавили, там молочка как-то достали, и все, мы уже прожили. Все здоровые, сильные. Значит, ко мне претензий нет, я сейчас уезжаю в Барнаул, я могу спокойно ехать. Конечно. Я тебя братьям передаю, так. Что, Игорь? Слась, наверное, сейчас у нас братья покормят. Поедим маленько, спаси Христос, с гитарой там. Вот видите, как, а палати широкие, вот, из два человека свободно умещаются, но это умножьте теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 два, двенадцать человек. А это, ну, чтобы понятно было, что это малое расстояние, я сейчас кину, вот, давай, метр семьдесят, примерно вот так. Три сорок, маленько, не полных, три сорок, три сорок. Объем-то, это, не знаю, три сорок. Так, два, три. Три сорок, метр семьдесят, три же семь, двадцать, ну, и пять метров. Пять, три, пятнадцать, шесть, семнадцать квадратных метров. Вот на семнадцати квадратных метров, вот сколько людей, и сами готовим здесь, и обедаем, и мы можем стол здесь новый поставить, у меня вот веранда совсем небольшая, там я шестьдесят человек там принимаю, шестьдесят отновременно за стол. Шестьдесят это там пресс-конференции, когда приезжают корреспонденты, или свадьба какая играется, то есть совершенно маленькая пространство, но оно вокруг идет вокруг, и поэтому вот так вот объем. Я думаю, все это зависит от широты взгляда, от широты сердца, когда у тебя никто не лишний. Ну, вот все. Давай, снимай все. Сегодня уже пора уходить нам. Да уж. Давайте сходим.